дорогие мои друзья всем привет сегодня приготовлю нежный очень вкусный десерт из ряженки рецепты таких десертов у меня уже где то есть на канале они готовятся очень просто и идеально подходят для тех кто следит за фигурой для худеющих для тех кому нельзя употреблять сахар в пищу я вот сегодня буду использовать например сахарозаменитель у меня fit парад ну или для приготовления этого десерта мне понадобится ряженка тут 500 миллилитров два с половиной процента жирности немного какао 2 пакетика быстро растворимого желатина пакетик ванилина и у меня здесь еще оставался такой переспелый уже банан буду использовать его оба пакетика желатина сначала высыпаю тарелку и и заливаю водой теплой воды много не нужно нужно будет хорошо все перемешать и дать желатину набухнуть на это уйдет ну минут десять наверное пока желатин набухает я размяла вилкой кусочек банана до перообразного состояния сбрызнула немножко его лимонным соком чтобы он не потемнел сейчас тарелку я волью ряженку прям вот все 500 миллилитров теперь сюда добавляю пакетик ванилина и немного сахар заменителя вы можете добавлять сахар если хотите ну и сахар заменитель добавляйте по вкусу я пока добавлю где-то 3 мерных ложечки сейчас все перемешаю попробую на вкус сладости достаточно теперь вот эту ряженку с подсластителем и с ванилином я разделю на две равные части потому что у меня наполнители будут разные ряженку я разделила на две части желатин у меня к этому времени уже набух и теперь мне нужно желатин подогреть либо на водяной бане либо в микроволновке но если микроволновке то это секунд десять не больше желатин растворился и теперь его нужно разлить в равных пропорциях в обе чашки с ряженкой удобно это делать столовыми ложками столовой ложкой получилось три столовых ложки в одну чашку и три столовых ложки в другую перемешиваем если в процессе приготовления начнет застылать вот это вот масло ничего страшного на две-три секунды в микроволновку на 5 максимум и можно будет с этим дальше работать в одну чашку я добавляю банан тоже сразу все хорошо перемешиваю в другую чашку добавляю пару ложек какао лучше его просеять все хорошо перемешала и теперь можно разливать по креманкам я буду делать десерт двухслойный поэтому я сначала выливаю слой с бананом а потом когда застынет буду выливать слой из какао ну тут чередовать можно как вам угодно я наполнила часть креманок нашим будущим десертом и теперь вот эти креманки нужно убрать в холодильник чтобы желатин десерте немножко схватился прошло 20 минут наш десерт немножко схватился но это вполне достаточно чтобы начать разливать следующий слой десерта теперь вот сюда к слою с какао я сверху добавлю слой с бананом а на слой десерта с бананом добавлю шоколадный и опять все убираю в холодильник потому что у меня еще будет третий слой прошло еще 20 минут достала креманки из холодильника как видите десерт хорошо схватился и сейчас я разолью по креманкам третий слой опять на темный слой выливаю светлый и наоборот теперь снова отправляя десерт в холодильник но на этот раз где-то на час на час десять чтобы он хорошо застыл конечно же можно не заморачиваться и не делать этот десерт слоями можно просто все перемешать можно сбить блендером и разлить пасту порционным каким-то стаканчиком по креманкам можно смешать какао еще с чем-нибудь можно сделать ягодами ну просто сделать одного цвета но я сегодня захотела сделать вот именно так дорогие друзья десерт из ряженки готов я украсила его дробленым грецким орехом и шоколадом который я натерла на мелкой терке такая красота получилась можно украсить ягодами фруктами я решила украсить кусочками бананов получился такой многослойный пахнет ванилином ванилью ароматный очень ну что давайте попробуем так ну какой давайте вот этот очень люблю всякие желе смотрите он хорошо застыл очень вкусно бананово-ванильный такой аромат плюс еще какао но это очень вкусно обязательно попробуйте приготовить дорогие друзья я на сегодня с вами попрощаюсь если вам понравился этот простой рецепт ставьте лайки пишите свои отзывы в комментариях не забудьте подписаться на мой канал но я желаю вам благополучия здоровья всего самого доброго всем пока скоро обязательно увидимся